В день вынесения приговора подсудимой было дано последнее слово. От представителей СМИ Наталья Харибутова, как и на прежних заседаниях, скрывалась за папкой с бумагами. В садильном я искренне раскаиваюсь и прошу не лишать меня свободы. Это значит наказание, не связанное с реальной изоляцией от общества. Больше не сказать ничего. Я очень сожалею о том. Все у вас. Выслушав последнее слово, суд удаляется в совещательном комнате для вынесения приговора. Это все, что сказала Харибутова от дальнейших комментариев. Во время перерыва перед вынесением приговора она отказалась. Далее заседание продолжилось. Суд установил, Харибута, являясь должным лицом, получила личную взятку в крупном размере в виде незаконного оказания им слуг имущественного характера за общее покровительство по службе. Кроме того, Харибутова, являясь должным лицом, получила личную взятку в крупном размере в виде незаконного оказания ей услуг имущественного характера за общее покровительство по службе. Помимо этого, Харибутова, являясь должным лицом, получила личную взятку в особо крупном размере в виде незаконного оказания ей услуг имущественного характера за общее покровительство по службе. Она же, Харибутова, являясь должным лицом, получила лично взятку в значительном размере в виде денег и незаконного оказания ее услуг имущественного характера за общее покровительство по службе. Напомним, Наталья Харибутова, находясь на должности главного архитектора города Рязани, четырежды получала взятки от представителя одной из строительных компаний. Таким образом, Харибутовой были оплачены несколько туров в другие страны – в Турцию, Малайзию и дважды в Таиланд. Кроме того, она получала и наличные деньги. За полтора месяца до своего ареста Харибутова была уволена с поста. Вынесение приговора для бывшего главного архитектора Рязани было разделено на два дня. Поэтому окончательно о судьбе Натальи Харибутовой станет известно во вторник, 26 декабря. Мы будем держать вас в курсе событий. Анна Герцовская, Игорь Глотов, телекомпания «Город».